Здарова, геймеры, с вами ДатПи47 и... И да, это ролик на канале отца Евгена. Признаться честно, я и подумать не мог, что этот день когда-то настанет, и я на своём канале буду обсуждать видеоролик деда, без какой-либо агрессии и предвзятости. А поводом для этого станет его крайний обзор на новую игру от создателя Геншин Импакта. Чуваки, кажется, мы очутились в параллельной реальности. В общем, сегодня смотрим ролик деда, слушаем его тезисы касательно Ханкая и пытаемся разобраться, действительно ли эта игра так плоха, как её пытается рисовать нам дед в своём обзоре. Без агрессии, без оскорблений, только непредвзятая критика по одному вопросу. Я думаю, это сейчас как никогда важно проговорить, потому что уверен, многие в курсе. За наши с дедом тёплые, в кавычках, отношения. И небольшой офф-топ. Если вы, как и я, играете в Геншин Импакт или Ханкай, то в моём телеграм-канале я одним из самых первых выкладываю промо-коды, дающие в этих играх крутые бонусы и бусты. Для Ханкая там есть уже два свежих промика, поэтому подписывайся на телегу и забирай их, пока не сгорели. Ссылочка ждёт тебя в описании. Зная о том, кто такой дед и какое у него отношение к Геншину и гачи-играм, в принципе, несложно догадаться, в какую сторону будет направлен его очередной обзор на мобильное гачи-казино на RTX 4090. И с первой же секунды он даёт нам понять, что чуйка нас с вами не подводит. Признаюсь, когда я увидел первый трейлер Ханкай Стар Рейл, я подумал, что это очередная помоечка вроде Геншин Импакта. Ми Хоя, или как они сейчас себя называют, Хоя Вёрс, в моём понимании это просто компания китайцев, которые копируют разные жанры, иногда целые игры. Во-первых, мне искренне интересно, а какой смысл наш милый друг вкладывает в понятие копировать жанр? По мнению Лёни, китайцы копируют не только игры других студий-разработчиков, но и умудряются копировать целые жанры, вместо того, чтобы создавать их самим. Видимо, Лёня считает, что жанр GRPG это прерогатива исключительно японских студий. А если, как в случае с Ханкаем, игра делается на территории Китая, то надо бы китайцам придумать новый жанр, какой-нибудь CRPG, где буква Си — это China. Вставляют туда бездушных анимешных персонажей, которых нужно выбивать в гачи за огромные деньги, и при этом делают вид, что их игра — это нечто большее, чем обычный игровой автомат в казино. Уже с первых секунд наш обзорщик даёт понять, что предмет разговора, о котором пойдёт сейчас речь, а именно мобильные игры с системой гачи, и лично ему не очень нравится, что автоматически делает автора необъективным в данном вопросе. И чтобы эту необъективность подкрепить, он сразу же указывает, для кого эти игры были созданы. Как мы знаем, анимешники — это не только неудачники, которых бьют в школе, у которых нет личной жизни, да, анимешники — это ещё и довольно глупые люди, которые каждый раз готовы смотреть очередной СК и смеяться над тупыми шутками. Лёня описывает собирательный образ основного класса игроков, чтобы наглядно продемонстрировать ущербность данного проекта. И да, многие могут сказать, что это очередной рофал от деда, постирония или типичный байт на комменты от маленьких фанатов игры. Но подобное оскорбление анимешников только на основе их интересов буквально проводится красной нитью на протяжении всего видеоролика. Ты можешь сделать самый дерьмовый продукт на свете, но просто навесить на него анимешкурку, и тогда анимешники придут. А тем более, если это фри-то-плей, вау, они же ещё и нищие, они же неудачники. По мнению нашего дорогого друга, место в обществе определяется классификацией интересов. Если ты играешь в фри-то-плей игры, то ты обязательно нищий, который не может себе позволить купить игру. Забавно, но по мнению того же Лёня, эти же самые нищие донатят в эти игры и обогащают их разрабов. Как это работает? Или если ты смотришь аниме, то тебя обязательно били в школе. И я даже не знаю, что тут смешнее, абсурд подобных суждений или то, кто нам об этом рассказывает. Поясняю. Дэдпи-47 это человек, который еженедельно проводит аниме-аукционы на Твиче, посвящая просмотрам аниме многочасовые стримы. Он также на своём канале периодически делает обзоры на аниме и публикует сотни мемов по аниме на своих ресурсах, например, в группе ВКонтакте или Телеграме. Плюс он является настоящим фанатом японских ролевых игр. По сути, на протяжении всего ролика он оскорбляет тот класс людей, к которому сам же и относится. Он слишком туп, чтобы быть такой туповой, видимо, он есть хитрый гений. Далее Лёня начинает рассказывать о завязке сюжета и о мисте в нём ГГ. Ты с самого начала понимаешь, насколько это бездушный ширпотреб, сделанный по всем канонам бездушного анимешного ширпотреба. Но буквально спустя 6 минут, обсуждая всё тот же сюжет, Лёня называет его вполне себе хорошим. Сюжет здесь, в отличие от Геншина, действительно неплохой, то есть за ним в какой-то степени интересно следить. Что наводит на мысль, что автор либо страдает биполярным расстройством, либо... Да я даже не знаю, как можно один сюжет в одной игре сначала поливать фекалиями, а потом говорить, что он классный. Нам нужно отвлечься на огромного слона, который стоит в комнате. Это... это гача. По сути, первая часть обзора от и до посвящена донат-системе и механикам гача. Со слов Лёни Ханкай, это игра с системой Pay2Win. Про донат, его стоимость, про преимущества и место в этой игре, и о том, как безжалостные разработчики обдирают своих игроков до нитки, мы обязательно, чуваки, к этой теме вернёмся. Сейчас я хотел бы сделать акцент вот на чём. Это не то, чтобы хорошее РПГ. И поэтому, чем проводить время в этой бездушной доилке денег от китайцев, я могу предложить вам игру намного лучше, залетая в линейдж 2 Эссенс. И это не мой монтаж. Человек и правда в ролике, где поливает дерьмом Pay2Win систему в оффлайн-игре, где с его слов донат тебе даёт преимущество против бездушных мобов под управлением искусственного интеллекта. И в этом же видео он рекламирует онлайн-игру, где система Pay2Win буквально была зарождена в принципе, где донат влияет на преимущество перед другими, точно такими же живыми игроками. Какой стыд. Перед рекламой он критевал Ханкай за возможности автобоя. Как же классно, что в игре есть такие функции, как ускорение времени в бою и автобои. Мне просто не приходилось ничего делать, это было буквально как автобой в Red Shadow Legends. Но в рекламе эта же самая возможность является плюсом. Эта игра уважает ваше время, ведь в ней есть автобой. Это абсолютно новый уровень пост-мета-гипер-охереть какой иронии. Ну, либо Лёня просто правильно подметил. Потому что анимешники, они как бы не очень умные ребята. И если вы думаете, что это был эпик фейл, то вы глубоко ошибаетесь. Я, чтобы не быть голословным, задонатил на всех пятизвёздочных персонажей, которые на данный момент есть. Кто-то скажет, ну, он же ради контента это сделал, чтобы наглядно нам продемонстрировать, что персонажи реально влияют на внутриигровой процесс. И, камон, ну, как бы, для этого не обязательно было брать всех. По-моему, Лёня на протяжении 20 минут старается маскироваться за НЕ фаната гачи игр. И ладно, давайте закроем тему доната и Pay to Win в этой игре. Я просто скажу, что думаю, и мы к этому больше не вернёмся, и продолжим смотреть ролик нашего друга. Просто взяли всё, что я любил, вырвали из этого душу и засунули туда донатную систему с крутками. Как это отвратительно. Для Лёни, если смотреть этот обзор, его обзор на Геншин, плюс его реакции на некоторые ролики, везде он выступает противником игр, которые выжимают деньги из игроков. И где есть система гачи и Pay to Win. Но только не тех, которые за это заносят денюжки. Во-первых, об этом нам говорит человек, который совсем не против занести деньги в другое к*** под названием Call of Duty, где донатные скины имеют преимущество. Но не перед бездушными мобами, я ещё раз подчёркиваю, в оффлайн игре, а перед точно такими же людьми, как и вы. Чтобы не быть голословным, я не так давно в Modern Warfare 2 донатил на набор Лео Месси. Вместе с ним давали вот такой вот скинок. У него повышена скорострельность и есть дополнительный урон от электричества. Что это, если не Pay to Win? Как по мне, при таком раскладе очень лицемерно говорить о системе в принципе, когда ты являешься её неотъемлемой частью. Но в другой игре, которая, к слову, это моё сугубо сейчас личное мнение, является более бездушной игрой, чем тот же Ханкай. В Ханкае есть довольно неплохой сюжет, персонажи с прописанными характерами и индивидуальной историей с собственными сюжетными линиями, довольно неплохие диалоги, миллион отсылок, довольно неплохих шуток. Вон даже про мамаш шутки шутят. Отличное визуальное оформление, музыкальное сопровождение и многое-многое другое. Что, несмотря на все её минусы, выделяет её на фоне конкурентов. И очень важно отметить на фоне конкурентов мобильного гейминга. Потому что Ханкай и Геншин Импакт — это игры в первую очередь для мобильных устройств. Но Дэдпи-47 по ходу своего обзора почему-то про это забывает. И многие моменты опускаются. Например, в блоке про диалоги в этой игре складывается ощущение, что он их просто проскипал и не заметил сотни отсылок. Плюс довольно годные рофлы. И несмотря на все эти подобные мелочи, для Лёня игра остаётся дешёвым анимешным щерпотребом. А вот колда, как говорится, на вкус и цвет. Просто, как по мне, это мнение заведомо лишено какой-то объективности. И, конечно, здравого смысла. Ты пытаешься указать анимешникам, говноедам на их место. Параллель сливая деньги в точно такой же донатной доилке. И которую буквально хвалишь и боготворишь своей аудитории. Во-вторых, донат в Ханкае — это всего лишь буст, как ни крути. Абсолютно любого персонажа, даже самого крутого, которого показывает нам Лёня, можно выбить без вливания своих кровных. Говорю, как человек, который этого перса выбил с шестой попытки. Всего лишь шесть круток, и она у меня. Я не задонатил в эту игру ни копейки. За пять часов игры у меня уже половина персонажей. Ровно та же самая история и в Геншине. Я наиграл там около 50 часов. Я не потратил ни рубля, я чувствую себя там замечательно. У меня огромное количество персов. И контента впереди ещё на сотню часов. Донат — это всего лишь буст в получении персонажей и прокачке этих персонажей. По сути, всего этого можно добиться без вливания денег в игру, просто играя в неё чуть больше, чем донатер. Чего не скажешь о той же самой Call of Duty, где ни один из скинов и наборов из магазина ты не получишь. Просто катая каточки. Тебе нужно будет заносить на это деньги. И я повторюсь, это лишь моё личное мнение касательно доната в этих играх. Мне, если честно, на него просто по богу. Я не доначу. А до того, что там делают другие игроки, мне честно все равно. Нравится кому-то донатить — пускай, пожалуйста. Почему это меня должно волновать? Единственное, за что я могу хейтить подобного рода игры — это если без доната останавливается ваш прогресс, и вы далее не можете продвинуться без доната. Либо где донат действительно влияет на игровой процесс и даёт вам преимущество перед другими, точно такими же игроками. Но гейншин или ханкай в эту категорию не попадают. Не нравится тебе донат? Ну не донать, играй без него. Благо это вполне себе можно делать без каких-либо проблем. Под домом пистолета никто никого не заставляет донатить. Конечно, вы можете меня переубедить и написать своё развернутое мнение в комментариях. Я с радостью его прочту и, возможно, изменю свою точку зрения. Но пока что я считаю так, хоть убейте. Ладно, донатную систему обсудили и идём дальше. Это всего лишь одна планета из многих, которые, я так понимаю, есть в игре. Если этот сюжет будет казаться банальным, то, возможно, на другой планете с другим набором персонажей будет что-то более интересное. А, погодите, это пока единственная планета в игре? Да, неудобно вышло. Я не знаю, про какую игру говорит наш не фанат гейншин импакта, но на данный момент в Ханкай две планеты. Да, неудобно как-то вышло, но зато всех донатных персов выбил. Вы находите сундучки, секретных боссов и многое другое. Это приятно делать. Когда ты находишь очередного огромного противника, уничтожаешь его, открываешь большой сундук, это приятно. Только вот помните, как я говорил, что прогрессия в этой игре сломана гачей из-за того, что ваши персонажи всегда перекачаны. Вспомните любую РПГ, в которую вы когда-либо играли. Вы заходите в данжен, находите секретный сундук, а там лежит легендарный меч, который намного сильнее того меча, который есть у вас сейчас. Это повышает характеристики вашего персонажа, и вы знаете, что вот отныне вы будете наносить врагам больше урона. Это круто, вы ощущаете, как стали сильнее. Согласитесь, что в этом одно из главных удовольствий любой РПГ. Только вот в этой игре нет сменяемого оружия, в этой игре нет сменяемой брони, и всё, что вы находите в этих сундуках, помимо стандартных расходников, это донатная валюта накрутки в гачи. Во-первых, дед говорит, что игра сломана системой гачи, и она по факту лёгкая, не требующая от игроков каких-то сил. Лично я, примерно на десятом часу игры, пытался победить второстепенного босса, раз 15, чтобы забрать возле него грёбаный сундук. И это даже по сюжету не нужно было делать. По итогу, после 15-й попытки я на эту хрень забил и пошёл дальше. То есть какой-никакой челлендж у игры имеется. И он, по ходу игры, когда вы растёте и развиваетесь, а также растут и развиваются мобы, становится только сложнее, и это факт. Во-вторых, дед говорит, что тут нет оружия, и отчасти это правда, привычного оружия, типа меч, щит, арбалет, лук, здесь этого действительно нет. Но есть так называемые карточки воспоминаний, заточенные под разные классы персонажей, которых тут 7, почему об этом Лёня не рассказывает, я не знаю. Эти карточки отличаются друг от друга, не только уровнем редкости, но и уникальными характеристиками и ачивками. Они-то и выступают тут в виде так называемого оружия, которое вам нужно будет не только выбивать из рулеток, но и находить по ходу зачистки данжи и прохождение сюжетных линий. То есть весь аргумент автора строится только на том, что в игре нет привычных ему мечей, уков и арбалетов. Да, этого тут нет, но есть другая, не менее интересная и абсолютно уникальная механика. Плюс ко всему, эта механика очень грамотно вшита в вор игры. Третьих, дед говорит, что всё, что выпадает нам от боссов, от обычных мобов, всё, что мы находим в сундуках, это только лишь донатная валюта. Даже золота, как в других джерпага, нету. Это буквально единственная мотивация, которую у вас есть в игре открывать эти сундуки и в принципе их искать. Только вот с него падает не опыт, не золото, с него падает та же самая донатная валюта для круток. Но на его же записанных футажах мы можем видеть, что падает нам и аналог местного золота, на который мы можем покупать товары у продавцов, плюс ресурсы для прокачки персонажей, ресурсы для создания и прокачки оружия, многое-многое другое. Слушая обзор Леонида, складывается ощущение, что целью этого обзора было лишь засрать игру. И знаете, чем дальше я играл, тем больше было заметно, насколько разработчикам становилось плевать на качество игры. Вот смотрите, это второстепенный персонаж в одном из сайдквестов, и у него двигается рот, когда он говорит. А вот это важный сюжетный персонаж, глава организации, с которой вы сотрудничаете в городе. Его моделька проработана намного лучше, но его рот не двигается, даже при том, что он озвучен. Да, это действительно уровень критики в обзоре на игру. Рот моделек не двигается при диалогах, о боже. И это говорит человек, который любит классические GRPG, где по канону в каждой второй игре рты не двигаются ни у кого в принципе. Я уж молчу про детализацию некоторых персонажей в этих играх. Ну ладно, ладно, это другое. Мы ведь тут про Хон Кай разговариваем. Они начинают сражаться с роботом в клетке, и когда переносятся на боевую локацию, боевая локация оказывается снаружи. И типа, чуваки, это сюжетный момент, можно было приложить усилия и сделать боевую локацию в этой клетке. И я сейчас не хочу душнить, но если бы не ролик Лёни, я бы никогда и не узнал, что разработчики позволили себе так схалтурить. В этом 40 секундном моменте. Без шуток, эта битва, о которой автор рассказывает, длится не больше минуты. Если бы не видела Лёни, я бы даже и не вспомнил, что эта битва в этой игре была в принципе. И по-моему, у меня лично, она даже была в той локации, в которой и должна была быть. Возможно, это какой-то разовый случай, и баг лично у Лёни. Я тут ничего утверждать не буду. Может быть, просто не та у него арена загрузилась. Потому что я, хоть убейте, вообще никакого внимания на это не обратил. Всё, что не касается гача-контента, то есть там анимации персонажей, крутых кат-сцен, в которых этих персонажей тебе, по сути, рекламируют. Всё остальное, чем дальше ты отходишь от начала игры, тем больше оно сделано на троечку. Зацените, как сильно контрастирует моделька главного героя, у которого классная одежда, ты видишь каждый её элемент. С вот этим второстепенным персонажем, которого крупным планом показывают в одном из квестов. Ну да, таких ведь проблем, когда второстепенным персонажем, которые появляются на минуту экранного времени, за всю сотню часов прохождения, уделено меньше внимания со стороны геймдизайнера. Только вот в хайверсе такие хаутурщики. Вот ведь катастрофа, блин, модельки НПС-балванчиком не проработали. Но если опустить трофу и сравнение, Лёня в очередной раз забыл, что он обсуждает мобильную игру, где очень важны вопросы оптимизации. И если бы абсолютно каждый НПС был проработан, так же как и главный герой, то ни один существующий в природе телефон эту игру бы не тянул. В угоду оптимизации многие моменты упрощены, и это факт. И к слову, происходит это далеко не только на мобилках. Многие ПК-игры и консольные проекты страдают ровно той же проблемой. Ровно то же самое касается и катсцен. Ну и главные герои иногда страдают от дешевизны этой игры, потому что вот зацените, это чё-то между полноценной катсценой и просто стоящим персонажем, которые разговаривают. Но в какой-то момент им становится лень всё это анимировать, и персонажи просто стоят с закрытыми ртами и общаются. Да, действительно, многие диалоги в игре начинаются с около катсцен, а потом переходят в игровой процесс, как ДТП подметил. Но он не учёл, что если бы абсолютно каждый диалог здесь, а их тут реально очень много, был бы анимирован, то игра весила бы в раза три больше, не меньше, и была бы более требовательной. Уверен, многие мобильные геймеры меня понимают. А под моим обзором огромное количество комментариев от людей, которые спрашивают, сколько игра весит. Эта проблема здесь очень распространённая, вот и приходится жертвовать чем-то, чтобы хоть как-то окомплектовать такой массивный проект. И по сути это и есть основная проблема обзора Лёнь. Он забывает, что обсуждает мобильную игру, а играл он для записи футажей в порт этой мобильной игры для ПК. Он смотрит на неё взглядом человека, который не воспринимает мобильный гейминг априори и играет в игры на консолях или ПК. Если это сделано красиво, если классные анимации, значит они пытаются тебе это продать. По мнению деда, если в Ханкай крутые анимации, это значит, что разрабы хотят продать нам очередного персонажа. Можно ли тогда считать, что если крутые анимации у оружия в колде, то это не что иное, как желание разработчиков продать нам новый скин? Получается, что да. И по сути это весь обзор на Ханкай Старео от Дэдпи 47. Как по мне, опять же вы можете быть не согласны со мной, это только моё личное мнение, без негатива. Как по мне, это довольно средний обзор, который в полной мере не раскрывает очень многие игровые аспекты Ханкай. И записан человеком, который изначально очень предвзято относится как к самой игре, так и к целому жанру. Человеком, который с мобильным геймингом вообще никак не соприкасается. И всё это автоматически делает его мнение необъективным. Очень многие механики не затронуты или опущены в угоду засёра этой игры. И я прекрасно понимаю, что выгляжу сейчас ярым фанатом этой игры, который пытается её оправдать, несмотря ни на что. Но это мнение ошибочно. Просто ознакомившись с игрой самостоятельно и посмотрев после обзор Dead P47, складывается стойкое ощущение, что целью было именно засрать. Поэтому, например, не рассказано про прокачку артефактов, их комбинирование, формирование пачки под разных мобов, про отсылки к фильмам, сериалам, другим играм. Про саундтрек, который в игре открывается по ходу прохождения, который действительно просто шикарный, про юмор, которого здесь просто в избытке, одно получение аватарки с мусоркой, чего стоит, или задача написать отзыв в отеле, про ачивки, которые ты по ходу игры получаешь в самых разных рандомных местах, например, закидывая письма в почтовые ящики, про записки, которые ты находишь, изучая локации, где раскрывается очень хорошо лор этой игры. Да господи, само меню в игре это целая механика, вшитая в лор этой игры. Меню тут это телефон персонажа, прокачка героя это отдельное приложение на этом телефоне. У каждого перса он разной модели, более того, когда в игру вы заходите первый раз в день, герои вам пишут смски в ватсапе. Детали здесь просто море, и изо всех этих мелочей игра ощущается, как действительно какой-то живой проект, который делался в первую очередь ради игры, а не дойки денег с анимешников. Да, она не идеальна, я искренне считаю, что идеальных игр нет, но назвать ее плохой игрой, дешевым ширпотрепом, у меня лично язык не поворачивается. Если подвести какую-то черту и сказать, что я в итоге думаю про Ханкаиста Рейл, это отвратительнейшее казино, которое очень хорошо маскируется под японскую РПГ. В нее приятно играть, она затянула меня с головой, но если сравнивать ее с другими играми жанра, в плане проработки мира, проработки персонажей, ощущения от истории, то это очень поверхностно, стерильно и ни о чем. Да, некоторые вещи в обзоре Лени говорятся по факту, я этого не отрицаю, но в большинстве своем он критикует игру и ищет к чему бы докопаться, совершенно забыв про то, что обсуждает игру для мобильных устройств. Поэтому на протяжении всего обзора и сравнивает ее с представителями жанра на ПК и консолях. НПС не прорисованы, аренка нужная не прогрузилась, слишком текста много. Это придирки такого уровня, что их в легкую можно применять и к тем же играм, на которые ты ссылаешься при сравнении. Возьми любую Джи РПГ, наложи геймплей на собственные аргументы и ничего не изменится. Зацените, как сильно контрастирует моделька главного героя, у которого классная одежда, ты видишь каждый ее элемент, эти персонажи просто стоят с закрытыми ртами и общаются. Все это делается только потому, что игра ему лично никак, ни при каком раскладе не нравится. Точнее, даже она ему может и нравиться, но вот только сказать об этом он не может собственной аудитории, потому что его аудитория, как мне кажется, именно в его случае формирует его мнение. Если тебе действительно не нравится проект, не играй. Не нравится донатить, просто не донать. И это исключительно мое личное мнение, без негатива. Но, если ты делаешь обзор ради обзора, только потому, что игра на хайпе, для этого не нужно обсирать разработчиков, не нужно унижать достоинства игроков. Раз уж ты делаешь обзор, не ставь лишь свою точку зрения самой верной. Сколько людей, столько и мнений. Кому-то нравится одно, кому-то другое. И глупо принижать людей только за то, что им нравится то, что не нравится тебе. В принципе, добавить не больше здесь нечего. Такой вот интересненький подкаст-реакция на ролик Дэдпи-47 у нас с вами получился. Пишите в комментарии, что думаете по поводу всего этого. Ваше мнение мне реально очень интересно. Я его с радостью прочту и, возможно, вступлю с вами в дискуссию. Ставьте лайк, если ролик вам понравился. И, конечно, подписывайтесь на мой канал и на Телегу. Там вас ждут промики на Геншин и на Хон Кай. Ссылочка на Телегу ждет в описании. Всех обнял. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.